Василий Сарычев родился в городе Надбугом в начале 60-х. Здесь окончил первый университет политех. Но любовь к слову, проявившаяся еще в школе и мечта быть журналистом, не позволили стать технарем в полной мере. И в биографии появился Московский государственный университет, а следом за ним и десятилетия работы. Еще чуть позже, в свою жизнь и жизнь брещан, Василий Сарычев привел большой проект в поисках утраченного времени. Если говорить просто, это цикл статей на исторические темы, объединенных в свою очередь в цикл книг. Накануне была презентована шестая. Вообще книга, сначала она идет в газете, идут главы в газете, они проходят такую своеобразную экспертизу читательскую. Люди считают, звонят, что-то дополняют, что-то исправляют, что-то говорят, в чем я не прав, с кем-то приходится поспорить, что-то пропустить мимо ушей, с чем-то согласиться исправить. Поэтому я очень благодарен этим звонкам. А потом уже оно такое отлежавшееся идет в книгу. Но книга, это не мое мнение, я свои книги никогда не перечитывал, пока еще времени не было. Но те, кто читали, внимательные читатели, говорят, что это совершенно другое прочтение. Книги, ну, книжная, там, где главы уже выстроены в определенном порядке, какая-то логика в них присутствует. И в газете, где они просто, ну, идут в разброс, неделя разницы между ними. Шестая книга «Дни окаянные» имеет сложную, несколько отличную от предыдущих структур. В ней идет речь о Брестском гетто, блокаде Ленинграда и Германии того периода. В этой книге отличается тем, что Брестское гетто я переплел с Ленинградской блокадой. У меня там умер дядя, умер дедушка. И, ну, как бы, ну, висел такой долг, что ли, на мне. Ну, я не знал, как, ну, были их письма, были их истории, была история одноклассницы моей мамы, которая родом из Кобрина. Ну, в общем, были определенные истории накопленные, которые каким бы образом надо было переплести с нашей темой. Третья часть – это Германия. То есть в это же время в Германии там же был достаточно сильный патриотизм. Там они воевали тоже за родину, за свою. Пропаганда очень сильно это все поставила. И там цветами провожали героев на фронт, не зная, что происходит здесь. И солдаты не знали, куда они идут, что их здесь ждет немецкие. И что они здесь будут творить. И здесь проявлялась там у кого-то человечего, у кого-то звериная сущность. То есть вот эти вот три точки на карте, вот эти, они в такой треугольник сошлись, у него, ну, вот, получилась в итоге книга. Участие в презентации принял мэр приеста Александр Рогачук. Градоначальник отметил, что читал все книги автора, и они оказали на него большое влияние. Заставили по-иному увидеть город над Бугом. Нередко информация, почерпнутая из них, оказывает влияние на его работу. Самой большой своей мечтой Александр Рогачук называет развитие города без ущерба его историческому прошлому. Лучше понять и постичь, которое и помогает творчество Василия Сарычева. Для меня, как для руководителя города, эта книга полезна. Она полезна и в плане большего изучения истории, и все-таки, опять же, для поиска той грани между естественным развитием города, является расширением, сносом старых домов и сохранением того наследства, которое делает наш город неповторимым и особенным. Поэтому это очень важный и нужный проект. Это очень талантливый человек. И важно, чтобы наш город, помимо своих строек, помимо своих новых дорог и улиц, имел таких людей, как он. Чтобы было больше людей идейных, людей, которые в хорошем понимании болеют историей нашего города. В постоянном поиске забытых судеб, забытых историй и действующая власть всегда будет прислушиваться к этим мнениям при принятии управленческих решений. Поддержать близкого человека в волнительный момент пришла семья писателя. Своим сыном, мужем и отцом они искренне гордятся и стараются во всем ему помогать. К примеру, старшая дочь принимала участие в редактировании шестой книги. Конечно, горжусь и очень признательна всем людям, которые сегодня пришли. Потому что в этой же библиотеке, в этом зале я была здесь 10 лет назад, когда еще слабо представляла, чем занимается мой отец. И я была здесь просто как член семьи. И вот спустя 10 лет я уже здесь как гость, как соучастник издательства этой книги. И очень приятно, что проект привлекает все больше людей и что-то дает городу. Мне надоело воевать, говорит Василий Сарычев, и надеется, что в седьмой книге материал, для которой собран на три четвертых, дойдет до освобождения Бреста и дальнейшая работа будет иметь иную, не боевую тематику. А значит, продолжению быть. К слову, полушутя полусерьезно, ответил писатель на замечание о том, что его собственная биография тоже имеет право быть запечатленной. «Я не могу довериться в чужие руки. Я напишу о себе сам», – ответил Сарычев, чем немало обрадовал поклонников своего таланта. Анастасия Стропко, Денис Величкевич и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Стропко, Денис Величкевич и Дмитрий Лазарчук. Анастасия Стропко, Денис Величкевич и Дмитрий Лазарчук. Продолжение следует...